Всем привет! Это девятый выпуск тестов и релизов от ММО-13 и с вами вновь я, его ведущая Софи. 18 апреля компания Snail Games анонсировала скорое начало открытого нон-вайп теста китайской версии моба King of Wushu. 26 апреля игроки смогут приступить к сражениям без необходимости введения ключей активации. На ОБТ игрокам будут доступны 4 карты, 38 героев, в том числе 2 новых, дополнительные скины и все ключевые системы, в том числе давно обещанная система полетов, позволяющая преодолевать большие преграды и перемещаться по карте. Гайд по регистрации опубликуем в ближайшее время. В этот же день стало известно о том, что выход глобального дополнения Legion для World of Warcraft состоится 30 августа. Защитникам Альянса Орды предстоит начать смертельную битву с могущественным врагом Азерота. В дополнение игроков ждет новый класс Охотник на демонов, новая локация Расколотые острова, новые подземелья, новые боссы, рейды, обновленная система ПВП и многое другое. 20 апреля инди-студия Гидран Геймс запустила ранний доступ к моба-шутера Overpower. Игра доступна в Steam по цене 279 рублей с 20% скидкой в честь релиза. На данный момент в Overpower доступно 9 карт, 5 игровых режимов, 4 класса, 70 плюс перков и множество всевозможных бафов, навыков и оружия. Разработчики описывают свое творение как классовый ролевой шутер от третьего лица в средневековом сеттинге, в котором переплелись ПВП-опыт в стиле ММО с динамикой многопользовательских шутеров и элементами моба. Гидран Геймс планирует держать Overpower в раннем доступе от 4 до 6 месяцев, постепенно наполняя игру контентом и внося необходимые правки и изменения. 21 апреля компания Innova запустила первое закрытое бета-тестирование многопользовательского экшена Devils Fiat Online. Это многопользовательский экшен с видом от третьего лица от японской студии Valhalla Games, основанной Tomonobo Itagaki, знаменитым гейм-дизайнером серии Dead Oil Life и Ninja Gaiden. На тестирование попали участники Альфы, обладатели наборов предзаказа и случайно отобранные счастливчики из пула заявок. Приглашения рассылались волнами и к этому моменту все инвайты были розданы. 21 апреля началось за бета-карточной игры The Elder Scrolls Online Legend от компании Bethesda, разработка которой была объявлена прошлым летом на Е3. Все желающие могут подать заявку на участие в бета-тестировании на сайте игры, а первые счастливчики уже даже смогли оценить новинку. Из упомянутых уже в прошлом выпуске и начавшихся на этой неделе событий стоит отметить следующее. Западная ЗБТ Rider of Icarus, которая сейчас находится в самом разгаре, продлится до 28 апреля. Кстати, вчера в нашей группе ВК проходила раздача ключей. Присоединяйтесь и вы к нам в группу vk.com.mmo13. Еще одна серьезная бета проходит сейчас в Корее. Первая ЗБТ Му-2 начнется 21 апреля, к которому мы еще не раз вернемся. И последнее важное событие — китайский запуск Revelation, состоявшийся 22 апреля, и к которому было приурочено масштабное обновление. На этом мы заканчиваем наш альманах событий. Подробности об бетах, релизах, непосредственно об играх, вы всегда можете найти на нашем сайте mmo13.ru. Всем всего и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok